Открытый диалог с Александром Непомнящим Вот и подошло время нашей встречи с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Ну и первую тему вы обозначили следующим образом. Первое постсианинское правительство Израиля, пугающие итоги последних недель и еще более ужасные тенденции, анализ текущих событий. Ну вот давайте об этом. Поговорим о наших грустных делах. Вы знаете, да, Сергей, на этой неделе было много всего разного. И так много, что даже не знаешь уже, за что хвататься. Но, по крайней мере, в первой части нашей передачи, прежде чем пытаться выхватывать какие-то отдельные куски, я действительно хочу попробовать увидеть эту ситуацию в целом, что ли, и проанализировать эту ситуацию в целом немножко более широко, нежели в контексте последних недель, последних дней. И начать вообще как бы издалека. И лет 20 тому назад уже заявления израильских левых о том, что они деявляются лагерем мира, просто разлетелись в дребезги, разбились буквально на миллионы оскоков во взрывах, сотни взрывов террористов-смертников. Но вскоре израильские левые придумали новый способ, как выставить себя в качестве оплота сионизма. При этом их навязчивая идея о необходимости ухода из Иудеи и Самарии и разделе Иерусалима, разумеется, никуда не ушла, не делась. Просто теперь её переименовали из плана по достижению мира в средство спасения еврейской идентичности Израиля на фоне смертельной угрозы, исходящей из чрева палестинских арабок. Теперь левые стали пугать нас тем, что через год-два, но в крайнем случае через десятилетие-другое, если Израиль сохранит контроль над своей стратегической глубиной и историческим центром в Иудее и Самарии, а также объединённой столицей, евреи уступят демографическое большинство арабам. И вот тогда, мол, Израиль окажется перед ужасным выбором — стать нееврейским государством или недемократическим. Ну, как ЮАР. Короче говоря, продолжают левые. Любой, кто призывает распространить израильский закон на всю Иудею и Самарию, и даже на её части, и сохранить Иерусалим неделимым, он по определению антисионист и фашист, а может быть и то, и другое одно время. На самом деле, к счастью, на деле демографическая бомба замедленного действия, которое нас запугивает левые, оказалась такой же химерой, как до этого мирный процесс. И как показывают данные о населении, опубликованной Центральным статистическим бюро в конце 1921 года, еврейское большинство в Израиле стабильно продолжает нарастать. В Израиле проживает сейчас 6,98 миллионов евреев, почти 7 миллионов. И они составляют 73,9, я цитирую данные просто статистические, 74% почти граждан Израиля. С неевреями, которые социально связаны с еврейским большинством, ну, прежде всего, речь, конечно, о репатриантах из постсоветского пространства, которых не являются евреями в соответствии с законом о еврейском религиозном праве или просто члены нееврейских, члены еврейских семей. Но понятно, что эти люди тоже как бы входят в расширенное понятие израильских евреев. Так вот, вместе с ними, как бы, евреи в Израиле — это 80% граждан. И израильские и еврейские женщины в среднем имеют больше детей, чем мусульманские израильские женщины и чем мусульманки в палестинской автономии. Да, для многих наших слушателей, возможно, это будет как бы новость, но это уже случившийся факт, потому что уровень жизни, потому что есть какой-то оптимистический взгляд в будущее, в отличие от того, что, например, происходит в автономии. Да и уровень репатриации в Израиле остаётся высоким и намного превышает уровень эмиграции, отъезда из Израиля в Еврею. И эти данные показывают, что еврейское большинство Израиля не только стабильно, но и продолжает нарастать. Более того, как доказало демографическое исследование, проведённое в своё время доктором Яковом Фейтельсоном и бывшим израильским дипломатом, консулом в США Йоромом Эттингером, которые проанализировали данные о рождениях, смерти и эмиграции палестинских арабов за последние десятилетия, даже если мы добавим палестинских арабов из Иудеи и Самарии в общий подсчёт израильского населения, то еврейское большинство хочет сократиться, конечно, но по-прежнему не подвергается угрозе. При таком расчёте евреи составят 63% населения Израиля вместе с Иудеей и Самарии. Короче говоря, демография не только не представляет угрозу еврейской идентичности Израиля, но даже напротив гарантирует еврейский характер. Это нужно хорошо понимать. Вот только, к сожалению, демография, она ведь отнюдь не единственная величина, которая определяет, то останется ли Израиль еврейским государством или нет. И сегодня мы ясно видим, что арабам совершенно не нужно численно превосходить евреев, чтобы разрушить сионистскую мечту. Всё, что им нужно, это, по сути дела, найти меньшинство израильских евреев, которые станут с ними сотрудничать. Пятую колонну, скажем простыми словами. Тогда, имея на своей стороне достаточное количество евреев, арабское меньшинство Израиля, составляющее не более 20% населения страны, способно фактически положить конец существованию национального государства еврейского народа. И вот здесь мы подходим уже ближе к нашим нынешним событиям. Всё это подводит нас к последнему сдвигу левых. Провал соглашений ОСЛА, а затем и провал одностороннего ухода из сектора ГАЗа, в своё время оправданной демографической демагогией, отброется у израильских левых на задворке общественной поддержки. В 2014 году лишь 12% израильтян называли себя левыми. К 2018 году это делали только 8% израильтян, понимаете? И вот отчаявшись как-то заполучить электоральное большинство, израильские идеологические левы уже с начала 2000-х годов стали отказываться от сионизма и потихонечку присоединяться к израильским арабам, международным левам и Евросоюзу в качестве важнейших игроков в их политической войне против Израиля и самого его права на существование. Левоизраильские профессора стали участниками кампании Байкота в своих университетах израильских. Левоизраильские юристы повели судебные и пропагандистские войны, финансируемые европейскими правительствами и антиизраильскими фондами в Америке, типа Новоизраильский фонд так называли. Действуя в тесном сотрудничестве друг с другом, постсионистские настроенные судьи Верховного суда и юридические советники как бы во имя защиты прав человека начали эффективно ограничивать способность Израиля соблюдать свои законы среди арабских граждан или вести успешные контртеррористические кампании против режима Хамаса в Газии. Израильские левые возглавили финансируемые из-за рубежа кампании, мешающие Израилю применять свои миграционные законы против нелегалов и запреки. И они же повели юридическую и политическую борьбу против сохранения в израильском обществе еврейских традиций. Вся эта борьба против запретов на продажу квасных продуктов во время Песаха, требования обеспечить реформистам проведение их обрядов возле стены плача, наконец, их кампании по фронтальному запрету религиозным общинам проводить раздельные публичные мероприятия, раздельные для мужчин и женщин. Всё это лишь несколько примеров тотальной войны постсианистских левых против еврейского характера государства Израиля. То есть их не столько занимает желание напакостить ультра-ортодоксам и не дать провести ультра-ортодоксам мероприятия так, как им хочется, сколько в целом нанести удар по еврейской традиции. В свою очередь, левые политические партии, казалось бы, обречённые вечно оставаться на оппозиционных задворках, то есть с 12% поддержки, с 8% поддержки. Как бы не было шансов, казалось бы. Они, приспосабливаясь к новым реалиям, решили отказаться от сионизма. Лидеры крайней левой партии Меретс осознали, что их списки избирателей евреев в реалии будут расширяться. Если они хотят остаться в Кнессете, они должны направить свои кампании по привлечению избирателей на израильских арабов. Постепенно этому примеру последовала и партия труда, партия Авода, либо рейская партия израильская. На самом деле левые партии были не единственными еврейскими партиями, которые желали заполучить голоса арабов. Лидер Ликуда Бенемин Атанияу и лидер ШАС Арьедери также долгое время усердно работали с израильскими арабами. Но между кампаниями в следе израильских арабов Ликуда и ШАСа и усилиями Аводы и Меретс изначально была заложена очень серьёзная и совершенно ясно очевидная разница. Ликуд и ШАС стремились привлечь арабов в еврейское государство, предлагая им продвигать свои экономические и муниципальные интересы. И при этом Ликуд и ШАС искали поддержку тех арабов, которые стремились интегрировать в еврейский Израиль. А Меретс и партия труда, либо рейская партия, пошли совершенно другим путём. Они, напротив, принялись обхаживать арабских избирателей, занимая антисионистские позиции, отстаиваемые антисионистскими арабскими партиями. И вот Меретс изъяла сионизм из своей партийной платформы. Забегая вперёд, скажем, что у нынешнего правительства тоже сионизм изъят из платформы правительства. Но это было потом. А тогда, несколько лет назад, Меретс изъял сионизм из своей партийной платформы. То есть они официально перестали быть сионистской партией. И провозгласили лозунг «Быть свободным в своей стране», обыграв таким образом строчку из национального гимна Израиля «Атиквы». Но с совершенно очевидным и многозначительным упущением. Ведь оригинальная строка «Атиквы», я напомню, она звучит так «Быть свободным народом в своей стране». То есть Меретс официально говорил, что мы не хотим вообще про народ никакой говорить. Про никакой. Про ивритский, естественно. Что касается партии труда, то сионистское знамя Давида Бен-Гулиона, той же Голдемер, даже в каком-то смысле Ицхака Рабина, было заменено знаменем радикального феминизма. Платформа главы либористов «Мира в Михаеле» не стирает сионизм. Она просто заново определяет сионизм как уход из Иудеи и Самарии и раздел Иерусалима. Разумеется, якобы во имя сохранения еврейского большинства. Но главный свой настоящий акцент Михаэля делает не на сионизме вообще, как в любом понимании, а на радикальном феминизме. И вот решение Михаэля было включить в арабскую ультранационалистку Иптиса Моран в список депутатов в Кнессете. Она стала одним из элементов этой новой партии труда. Моран, например, утверждает, что для арабов создание Израиля было надбой, то есть катастрофой, проводя таким образом возмутительную аналогию с катастрофой европейского еврейства и бесценивая, по сути дела, эту страшную трагедию еврейского народа. Но при этом эта же Моран всяких возражений переняла на доедливые попытки Михаэля феминизировать еврей к месту и не к месту, насаждая использование женских форм для существительных оглаголов вместо мужских. Но всё это вместе подводит нас к более умеренным левым. Их переход к постсионизму был более постепенным и, возможно, поэтому куда менее заметным. То есть то, что Мерц перестала быть сионистской партией, то, что партия труда, когда-то партия, которую возглавлял Бен-Гурион, создатель в каком-то смысле государства Израиль, Голда Мер, такие персонажи, которые у всех на слуху, то, что она превратилась просто в какую-то безумную, радикальную феминистскую партию, причём феминизм не в хорошем смысле этого слова, а именно такой радикальный феминизм, где всё доводится до абсурда. Ну вот как, собственно, сейчас происходит со всеми темами политкорректности. Так вот, это было заметно, это заметили все. Но есть у нас ещё и умеренные левые, которые вообще любят называть себя центристами, что, конечно, не делает их менее левыми, но тем не менее они как бы всё-таки до какого-то времени стеснялись отказываться от сионизма. Их переход к постсионизму был более постепенным. В 2011 году, то есть каких-то 11 лет назад даже, точно 10 лет назад, умеренные левые всё ещё были вполне принержаны сионизмом. Не случайно в том самом 2011 году в ответ на радикализацию крайне левых, включая юридическую клику, депутат КНЕСТА от партии Кадима Ави Дихтер представил законопроект «Основной закон Израиля как национальное государство еврейского народа». В то время боссом Дихтера, лидером Кадимы, была цепь ливня. И она поддерживала эти усилия по использованию основных законов, то есть, по сути дела, конституционных законов Израиля для защиты еврейского характера государства. Дихтер снова представил этот законопроект уже в качестве депутата Ликуда в 1917 году, то есть 6 лет спустя. Но характерно, что к этому времени сопредседатель либерийской партии «Ливни» стала уже одним из самых ярых противников этого законопроекта. Понимаете? Партия Кадима, как партия таких классических псевдоцентристов, по сути дела, умеренных левых, она всего за 6 лет, от 1911 года до 1917 года из более или менее такой как бы сионистской партии, по крайней мере, сионистской на словах, уже превратилась в почти откровенную партию не сионистов. И вот эрозия верности сионизму. Я, кстати, для наших американских, может быть, слушателей, должен напомнить, что сионизм, что такое сионизм? В своё время ООН постановила, что сионизм — это форма расизма. Но мы с вами понимаем, что сионизм, по сути дела, это движение, которое говорит, что евреи имеют право и должны стремиться к созданию своего национального государства на своей исторической родине. Всё, больше в этом ничего нет. Считать ли это расизмом? Ну, как бы, вы уж сами решите. Так вот, эрозия верности сионизму среди умеренных левых усилилась во время предвыборного вихря 19-21-го года недавнего, когда Израиль провёл четыре безрезультатных раунда выборов подряд. В начале процесса новая левоцентристическая партия Кахолла Ван, которую возглавляли сразу три бывших начальника генерального штаба армии обороны Израиля — Бенниганц, Габи Ашкинази и Моше Яолон. И также там был лидер ещё Яшатит и Эрвапид. Твёрдо стоял на сионистских позициях. Все четыре этих лидера выступали против формирования правительства, которое опиралось бы на поддержку радикально антисионистского и в значительной степени поддерживающего террор объединённого арабского списка. Но этот консенсус начал разрушаться после вторых выборов из тех четырёх. Лапид и его партия Яшатит стали первыми, кто поддержал формирование правительства с депутатами арабских партий, добивающимися ликвидации Израиля как еврейского государства. Ну а после третьих выборов ГАЗ и Алон и Ашкинази пришли к тому же самому. И перспектива того, что фракция арабского меньшинства получит контроль над Кнессетом и правительством, стала очевидной после четвёртых выборов. Да, вот теперь мы приходим уже к нашему времени. В марте прошлого года именно тогда карьеристы и противники Натаньяу, относящие себя как бы к правым, да, сами себя не относят к правым, Гидон Сарс, его партии, Тиква Хадаша, Нафтали Бенет и Аелат Шакетс, их партия Емина, решили, что в обмен на высокие посты они сформируют коллекционное правительство, большое упрощение, зависимое от арабской партии РАМ, по сути, представляющее исламское движение, связанное с братьями-мусульманами. Поначалу ещё не было совершенно ясно, кто кого использует. Председатель партии РАМ Мансур Аббас, он стал буквально экспертом по провозглашению ничего не значащих пустых заявлений, звучащих сладкой музыки для ушей израильтян. То есть, грубо говоря, он очень хорошо умеет ездить по ушам. Последним из заявлений Аббаса стало его заявление о том, что, мол, Израиль — еврейское государство, и это неоспоримый факт. Но при этом Аббас очень ловко продвигает свою исламистскую и откровенно антиеврейскую программу в правительстве. Поначалу ещё была надежда, что готовность Аббаса призаединиться к правящей коалиции она проистекает из отказа от антисиатонизма в пользу интеграции, что мол, Аббас представляет тех арабов, которые говорят, окей, Израиль уже существует, эта данность, мы будем как-то интегрироваться в него, мы не собираемся быть евреями, мы хотим быть мусульманами, мы хотим сохранять свою идентичность, мы будем меньшинством в этом еврейском государстве, хотим добиваться в экономических соображениях. И была надежда, что именно это продвигает Аббас. И возможно, это было бы так, если бы Аббас присоединился к возглавляемой Натаньяо правой коалиции, где он бы не был тем человеком, от которого зависела бы стабильность коалиции. Он просто представлял бы интерес определённого спектра израильского общества, израильских арабов. Но в итоге, с первых дней существования нынешнего оппортунистического правительства, в котором доминируют левые, стало очевидно, что именно Аббас использует и левые, и оппортунистические правые партии. Потому что все они теперь работают на его повестку дня, а не наоборот. Понимаете? Ведь неспособность правительства принять изменённый закон о гражданстве, который заблокировал бы массовую арабскую миграцию, и напротив принятия так называемого закона об электричестве, мы говорили об этом в прошлый раз, по-моему, фактически легализовавшего тысячи незаконных бедуинских домов и целых городов, построенных на украденных у государства землях в Негиве. И отмена правительством в эту среду, буквально на этой неделе, посадок деревьев в Негиве на фоне арабских националистических беспорядков, которые были поддержаны партией РАМ. То есть у нас тут в воскресенье праздник Тубишват. В Израиле есть традиция с основания государства. В этот день мы сажаем деревья. Израиль всегда гордился тем, что Израиль чуть ли не единственная страна в мире, в котором количество лесов растёт. Мы высаживаем деревья, мы озеленяем пустыни. Но это же сионистский проект, он партии РАМ совершенно не нравится. И РАМ сказал, какие ещё посадки в этом году? Какие ещё посадки в Негиве? Негив наш, вы нам деньги дали на его освоение, вы там будете деревья свои сажать? Устроили беспорядки. Заявили, что они будут голосовать вместе с коалицией. Бедуины устроили буквально реальную интифаду в Негиве. Я не знаю, доходят ли до наших американских слушателей то, что происходит у нас на этой неделе, автобусы, идущие в Бершеву. Их забрасывали камнями, как в лучших традициях того, что было ещё недавно в Иудее Самарии, пока, в общем, Натаньял не навёл там порядок. Ну, сейчас там кидают тоже, конечно, камни в Иудее Самарии, не без этого, но в Негиве такого ещё как бы не было. И там арабы выкорчевали дунамы просто, то есть тысячи квадратных метров посадок. И как бы это, и правительство, оно фактически против этого, оно установило посадки, раз рам против, оно остановило посадки деревьев в канун Тубешвата. И вот неоднократный, кроме этого всего прочего, отказ правительства от законопроектов, которые бы обеспечили инфраструктурами новой еврейской общины в Иудее Самарии. То есть бедуинские, нелегальные посёлки, целые города на захваченных, украденных государствоземных присоединяют к инфраструктурам, а евреям в Иудее Самарии нет, не присоединяют. И это делают на голубом глазу эти самые партии, которые говорили, что они правее, чем Натаньял. И всё это лишь некоторые из действий правительства, которые свидетельствуют о том, что нынешняя коалиция по сути дела отказалась от сионизма как от основного своего принципа и заменила его постсионистской повесткой дня. И урок всего этого на самом деле абсолютно ясен. Наличие еврейского большинства совершенно не становится гарантией того, что Израиль останется еврейским государством. И нам необходимо восстанавливать еврейский консенсус вокруг сионизма в наших школах, в СМИ и в политике. А постсионистские политики должны быть разоблачены. Их суть должна стать ясна всем. И оппортунисты, ставящие свои амбиции выше защиты еврейского государства, должны быть буквально изгнаны из политики, заменены теми политиками, которые будут преданы сионистскому видению еврейского народа. Но об этом, может быть, мы чуть подробнее поговорим уже после перерыва, наверное, да, Сергей? Хорошо. Вы хотите тогда давайте мы сделаем перерыв или чтобы потом не останавливаться уже, не прерывать тему. Давайте так и посмотрим. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Продолжаем. Продолжаем нашу программу. Телефон студии 847-400-5200. И давайте, наверное, примем звонок и потом вернемся к теме. Слушайте. А вот, здравствуйте. Александр, у нас на днях в Америке прошли слушания в Сенате по поводу того, что наш сенатор Рен Пол обвинял, ну, так, пытался обвинить нашего доктора Фаучи связи в том, в создании проспространения ковида не только в Соединенно-Штабной по всему миру. Об этом в течение этих двух лет молчали наши ПС и в том числе наша разведка. И это есть понятие, потому что со времен Обамы наша разведка уже стоит на страже интересов Демпартии США. А вот у вас в Израиле, вот, я знаю, что Моссад является одним из лучших разведок мира. Почему они вот как-то не докопались из-за того, что это все искусственно было создано и распространено по всему миру. И почему тогда уже, я думаю, что на Танягу был почти что год после появления ковида по земле был премьер-министр почему он как-то позволил ввести у вас карантин и как-то поддался давлению левых и китайцев в своей стране. Спасибо. Ну, честно говоря, я даже не знаю, с чего начать ответ на этот вопрос, потому что все как-то спутано в одну кучу. Начнем с того, что Моссад занимается решением конкретных израильских задач, он не занимается спасением мира. Поэтому вопрос о том, откуда пришел вирус, кто его сделал, китайцы или какой-то злобный доктор Фаучи, или они все вместе, это не проблема, которой занимается Моссад. Моссад занимался теми задачами, которые ставили перед ним правительство. Например, добыть в Израиль достаточное количество средств защиты от коронавируса и спасения населения. Теперь я понимаю, что вопрос о том, насколько эффективны были карантины или неэффективны карантины в Израиле, это вопрос взрывной. Мы можем проговорить на него всю нашу передачу, высказывая разные мнения. Я скажу так, что я в вопросе борьбы с коронавирусом придерживаюсь позиции Натаньяу. Почему? Потому что я не понимаю сам эту ситуацию. Я не знаком, я не врач, не специалист, не медик, я не знаю, как правильно нужно было реагировать на коронавирус. Но я убедился за последние 12-15 лет, что Натаньяу понимает, что он делает. Почему? Трудно сказать. Может быть, он такой умный, может быть, он умеет выбирать правильных советников, может быть, ему просто везет по жизни, когда он выбирает правильные решения. Но он делал те решения, которые он принимал, я считал, что они правильные. И Натаньяу в этом смысле он очень жёстко действительно спасал Израиль. Не было ещё тогда никаких прививок, ни лекарств лечения какого-то. Было непонятно, насколько смертельна эта болезнь. Натаньяу закрывал страну, создавал карантины. Может быть, это было излишне, может быть, нет. Но по факту Израиль в этом смысле количество людей, погибших, умерших от коронавируса, а люди в группе риска, как бы мы знаем, что они от этой болезни умирают, это не просто грипп. Оно было достаточно небольшим. Сейчас у нас ситуация обратная. Сейчас у нас анархисты у власти, которые всё отпустили, и их задача — пусть всё население заболеет, но кто выживёт, тот выживет. Я не считаю, что этот подход лучше, чем тот, который был у Натаньяу. Я совершенно не доверяю этому правительству, и поэтому изначально не жду от него ничего хорошего. Но в ответ на вопрос, почему Масада этим не занимался, просто потому, что у Масада есть достаточно других вопросов. А вопрос такой философский, это не в спектре тех вопросов, которыми занимается наша разведка. Спасибо. Давайте попробуем принять ещё звонок. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Александр, вчера я слушала Марка Левина, и он сказал, что дело против Натаньягу полностью рассыпалось, и его оправдали или закрыли судебный этот процесс, или что? Это действительно так, или я, может, что-то не так поняла? Скажите, пожалуйста. Нет, это не совсем так, то есть совсем не так. Я действительно хотел об этом поговорить чуть позже, если у нас останется время, но давайте, раз вы спросили, я отвечу. Действительно, идёт суд. Суд не закончен, Натаньяу не оправдан, обвинения не сняты. Но на наших глазах всё это разваливается, то есть несмотря на то, что пытались сделать этот суд неоткрытым. Есть люди, которые приходят на этот суд, пресса об этом, конечно, не рассказывает, но они всё аккуратно конспектируют, потом анализируют, потом вытаскивают в социальные сети, в блоги, в альтернативные какие-то издания. И поэтому общество, в принципе, понимает, что происходит на этом суде. А на этом суде свидетели одним за другим разваливают все пункты обвинений. То есть фактически сегодня мы видим, что прокуратура потратила полмиллиарда шекелей на то, чтобы попытаться устранить Натаньяу. И при этом у них нет ничего, что реально было бы действительно преступлением. То есть вообще ничего от слова совсем. И поскольку суд продолжается, то есть сегодня мы начали, как бы в последние дни мы слышим просачивающиеся слухи. Но они же не сами просачиваются. Их нам просачивают через нужных журналистов прокуратура. Прокуратура нам сообщает, что ведутся переговоры между прокуратурой и Натаньяу о том, чтобы Натаньяу согласился на досудебную сделку. То есть чтобы он признал часть пунктов обвинения, а остальные пункты обвинения с него снимут. И что, мол, просят от него признать вещи как бы не очень серьёзные. То есть уже не идёт речь о коррупции. Никакой коррупции не было в принципе. Не идёт речь о каких-то преступлениях уголовных. Речь идёт о обмане общественного доверия. То самое максимальное, что там ещё пока не развалилось. И вот если Натаньяу, мол, признает, возьмёт на себя вину за обман общественного доверия, то они заключают досудебную сделку, при которой Натаньяу уйдёт из Кнессета, но, может быть, останется главой партии Ликут. И идут переговоры о том, это нам всё рассказывают, то есть мы не знаем на самом деле правда это или нет, что, мол, Натаньяу согласится с этим, если это позволит ему участвовать в выборах ближайших, которые случатся. На самом деле теперь мы не знаем насколько это правда, потому что с одной стороны с точки зрения Натаньяу, если смотреть с точки зрения борьбы за правду, то мы видим, что прокуратура в нехорошем месте, у неё всё разваливается, и она пытается себя спасти таким образом. То есть какой смысл Натаньяу был бы подыгрывать прокуратуре и избавлять их от позора, когда, в общем, всё дело развалится. С другой стороны, мы понимаем, что Натаньяу, может быть, хочет просчитать время и выиграть таким образом. То есть всё равно же они будут тянуть, тянуть, тянуть этот суд. Потом они что-нибудь выкрутят, они его всё равно осудят за этот обман общественного доверия, только это случится ещё через несколько лет, когда он просто эти годы будет терять, и они будут поливать его грязью и называть его уголовником и так далее. Так может быть, и лучше сейчас отмучиться. Вопрос, сможет ли он после этого идти в политику. Или, например, они потребуют, чтобы он решат, что этот обман общественного доверия был позорным, и значит, он на 7 лет должен уйти из политики. Скорее всего, на такое дело Натаньяу не согласится. Но если, например, они ему предлагают не уходить из политики и скажут, уже в следующие выборы ты можешь идти на выборы, так сказать, уже не под судом, то, возможно, что он и хочет подписать такую сделку. К сожалению, дальше начинаются одни спекуляции. То есть мы не знаем, есть ли ведутся ли такие переговоры. Мы не знаем заинтересованный Натаньяу в такой сделке. И, скорее всего, то, что сейчас распускают эти слухи, это попытка прокуратуры как-то прощупать почву. И это выдаёт ту панику, в которой они сейчас находятся, потому что вдруг общество в целом начинает понимать, что всё это был сговор, была попытка переворота. По сути дела, когда сейчас они требуют от него мы сотрём все параграфы обвинения, только уйди из политики, то мы теперь понимаем, что всё это затевалось именно для этого, чтобы не было никакой борьбы за справедливость, не поймали политика за руку на какой-то грязной сделке. Нет, это была чистая политическая борьба, в которой использовались очень грязные методы, фактически юридические методы для того, чтобы уничтожить Натаньяу как политика. Это одна тема. Но вторая тема интересная, связанная с этим. Если Натаньяу действительно по каким-то своим соображениям решит, что ему это выгодно и что он подписывает эту сделку, и уходит сейчас из Кнессета, чтобы вернуться, скажем, к новым выборам уже в качестве лидера правого лагеря, это практически сразу обрушит нынешнее правительство. Потому что в нынешнем правительстве, как мы знаем, большинство в один голос. То есть достаточно даже одному человеку уйти, и всё рухнет. И в этом правительстве есть две партии, Ямина и Тиква Хадаша, которые построили себя на том, что мы, мол, настоящие правы, и просто мы очень сильно не любим Натаньяу. Так сильно не любим, кушать не можем. И вот мы не любим Натаньяу, поэтому мы бы были в правом лагере, но вот Натаньяу противный, и поэтому мы с арабами, с левыми радикалами творим сразу чёрт и что. Но если Натаньяу уходит из Кнессета, то у них как бы нет больше этого оправдания, и там начнутся разброты шатания, и найдутся люди, которые с этого корабля, как любая уважающаяся крыса, побежат. Поэтому здесь много разных факторов за и против. И я опять же продолжаю как бы ту линию, которую в предыдущем вопросе. Я считаю, что Натаньяу лучше всех остальных знает, что ему делать. И мы посмотрим, есть ли на самом деле такие переговоры ведутся. И если Натаньяу рассчитал таким образом, что ему выгодно сейчас подписать эту сделку, чтобы потом вернуться и при этом ещё развалить нынешнее правительство, то, может быть, он на это пойдёт. Если же это изначально просто спекуляции нашей прокуратуры, пытающейся спасти себя от страшного позора, ну так в общем будем смотреть, наблюдать и запасаться попкорном, как говорят в социальных сетях. Сергей. Да, не дождался радиослушатель. Ну что, может быть, певец? Нет, опять звонок. Давайте попробуем принять добрый день. Добрый день, Александр, добрый день, Сергей. Александр Иванович. Куда пропал Моша Фейглин? Кто-то как депо называл Израильским Явлицким? Спасибо, я послушаю по радио. Пропал не был. Сергей, кто пропал? Моша Фейглин. А, Моша Фейглин. Окей, Моша Фейглин никуда не пропал. Он жив, здоров, он пишет статьей. Моша Фейглин очень как бы утратил свою ауру и харизму во время этого безумного вихря четырёх раундов выбора. Потому что он в своё время пришёл в Ликуду, он сказал, что я буду, я хочу баллотироваться, я хочу быть главой правительства, всё изменить, поменять правила игры, для этого мне нужно быть главой большой партии. Потом он ушёл из Ликуда, создал свою собственную партию, баллотировался и не прошёл, несмотря на то, что ему как бы говорили, что он может получить даже до семи мандатов, но он просто не прошёл и оказался в долгах. И он распустил фактически свою партию. И теперь он вернулся к тому, кем был несколько десятилетий назад. То есть он пишет хорошие, умные, правые статьи. И в этом смысле я по-прежнему с большой симпатией отношусь к Мошре Фейглину как к идеологу. Он прекрасный, правый идеолог, более того, у него очень несистемное мышление, то есть он нон-конформист в лучшем смысле этого слова. Он видит вещи таким образом, как не видят многие, у кого замылен глаз. Но как политик он оказался не кудышный политик. Он не сумел создать и движения, и действия внутри Ликуда, и действия снаружи. Они не были успешными. Он делал глупости, он совершал ошибки, и он отталкивал от себя людей, которые, так сказать, симпатизировали ему. И мы видим теперь, что вот между Натаньяу и Фейглином, Фейглин замечательный идеолог, он правильно всё очень говорит, но сделать ничего не может. Натаньяу часто говорит вещи, которые могут правым не нравиться, или, наоборот, не говорит вещи, которые бы хотели правые услышать. Но в реальности, по сути, в конечном счёте, он добивался гораздо большего, то есть несравнимо большего, потому что Натаньяу добился огромных достижений, а Фейглин, собственно, в общем-то, ничего не добился. Только говорил и только писал. Что само по себе тоже неплохо, но, в общем, он жив, здоров, он пишет, и его сторонники переводят регулярно его на русский язык, но, в общем-то, это сегодня уже не так интересно, если честно. Добрый день, пожалуйста, у Фейглин. Алло, здравствуйте. У меня к вам вопрос такой, Александр. Вот вы поклонник и в связи с тем, что вы член этой партии Ликут и как бы во главе там находитесь этой партии Ликут, ваша позиция понятна по отношению к Натаньягу. Я тоже уважаю Натаньягу как опытного политика и уважаю вас как политолога, но, вот смотрите, значит, идея, что нужно объединиться с арабской партией, по крайней мере, так как я читала, принадлежала прежде всего Натаньягу. Что бы изменилось, если бы Натаньягу был, выиграл бы и сейчас возглавлял бы вот это вот шаткое правительство. Я не думаю, что очень многое, потому как, к сожалению, у него принципы как бы на, не знаю, на каком месте, как бы он очень гибкий, но не отстаивает свои принципы. И это приводит к печальным последствиям. По крайней мере, Хеврон в свое время он отдал арабам вместе с пещерой наших праотцов. Это ужасный был поступок, за который расплачиваются до сих пор прежде всего религиозные евреи. Ну и так далее. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Спасибо большое. Ваш вопрос очень хороший и очень нужный. Я сейчас на него отвечу. Я заранее говорю, что я буду говорить долго, поэтому, к сожалению, следующему радиослушателю может быть придется подождать. В первую очередь я отвечу на точную как бы ошибку в вашем посыле. Действительно, Натаньял став премьер-министром, выполнил часть соглашений ОСЛО, в том числе он передал арабские кварталы Хеврона палестинской автономии. И он сказал, что должна быть преемственность между правительствами. Я не могу отменить соглашение ОСЛО, потому что иначе с нами никто иметь дело в мире не будет. Но при этом он не отдал Марата Махпелла. Марата Махпелла находится в еврейской части, под еврейским контролем, под израильским контролем. И таким образом в вашем посыле была ошибка или намеренное введение в заблуждение. Это совершенно не так. Окей? То есть арабские кварталы Хеврона он отдал, выполняя соглашение ОСЛО, но потом в течение как бы те 12 лет последних, когда он был премьер-министром, он, по сути дела, не объявляя этого автоматически, придушил соглашение ОСЛО. Он их свёл на нет. Он сделал Аббаса невыездным и нерелевантным. Аббас сидел в рамале и оттуда носа не высовывал. У него не было ни денег, ни влияния, ничего в мире не было. И таким образом как бы Натаньял не любит громких заявлений, он действует. И действует, но это очень эффективно. Теперь по поводу Махмуда Мансура Аббаса, которым вы сказали действительно очень правильно, вы заметили, что первым, кто попытался договариваться с Мансуром Аббасом, фактически вытащил его из обеднённого арабского списка эту партию рам, отдельно как бы отделил их, был Натаньял. Но в том-то всё и дело, что Натаньял никогда не предлагал Мансуру Аббасу быть ключевым звеном в коалиции. У Натаньял в правой коалиции Мансур Аббас был бы частью, то есть была бы правая коалиция с большинством правых и Мансур Аббас, который мог бы сказать «Я не хочу, я не приду голосовать». Ну так не приходи голосовать. То есть Мансуру Аббасу предлагались совершенно другие условия. Ему говорили «Мы хотим, чтобы израильские арабы стали интегральной частью еврейского Израиля. Мы не хотим, чтобы вы меняли свою веру, мы не хотим, чтобы вы меняли свои привычки. Вы должны подчиняться закону. Мы будем помогать вам развивать себя экономически, интеллектуально, как угодно. Вы можете сохранять свою идентичность и быть частью, лояльной частью государства Израиля. Мы за интеграцию». Об этом говорил Натаньяус Аббасом. И Мансур Аббас, надо понимать, что он человек хитрый. Если бы он попал в коалицию с Натаньяус с правыми партиями и не играл бы там ключевую роль, а он бы не играл, потому что не было бы там той позиции, как есть сейчас в этом оппортунистическом правительстве, то он бы мог до посинения, до хрипоты кричать, что он не будет поддерживать эту коалицию и не будет голосовать, если что не по нему, так и будет. И не поддерживай. И будет так, как хочет правое большинство. Но если ты хочешь часть пирога, если ты хочешь продвигать арабов, заниматься борьбой с преступностью в арабской среде, продвигать экономические арабские деревни, пожалуйста, мы хотим, чтобы ты работал вместе с нами. Вот какой была позиция. Понимаете? Сегодня оппоненты Натаньяу пытаются сказать, да, вот, мол, Натаньяу был первым, кто вытащил Мансур Аббас. Первым, да не первым. Потому что у него в правительстве Мансур Аббас был бы человеком, который бы продвигал бы интересы муниципальные, экономические, арабского, лояльного большинства. Или бы он не был в правительстве, в коалиции. В нынешнем же правительстве, где каждый человек, каждый депутат на счету, где 61 голос, и если станет на одного меньше, то уже всё развалится. Мансур Аббас заправляет ситуацию. И, конечно же, он пользуется. То есть он действует так, потому что может. В правительстве Натаньяу он бы этого не мог. И все это прекрасно понимают. Но ради того, чтобы оправдать нынешний беспредел, который творится, видимо, сегодня мы не успеем об этом поговорить, но мы об этом поговорим обязательно в следующий раз, потому что это очень важно. Они говорят, что, мол, а Натаньяу тоже. Так вот, неправильно. Натаньяу, там был совершенно другой расклад, и были бы совершенно другие результаты. Поэтому здесь я с вами абсолютно не согласен. И более того, я хочу вам сказать, Натаньяу очень принципиальный человек. Его беспринципным называют те, которых он, по сути дела, обманывал. То есть Обама, Евросоюз, наши левые, наша прокуратура. Он с ними играл в... И они думали, что он играет по их правилам, а потом оказывалось, что он их переигрывает, потому что он был умнее, он изначально их как бы перехитрил. И они его за это ненавидят. Но уж точно нельзя его назвать непринципиальным человеком, потому что 12 лет, будучи премьер-министром, он очень последовательно продвигал Израиль на международную арену, он продвигал Израиль экономически, он предушёл соглашение ОСЛО, он, по сути дела, внёс раскол в израильских арабов, предложив тем, кто хочет интеграцию, идти как бы вместе с евреями, то, что он не успел довести какие-то вещи, то, что он не обращал внимания на какие-то внутренние процессы, это правда. Его есть за что критиковать. Но никто не идеален. И по сравнению с тем, что происходит сейчас, просто небо и земля. Сергей. Да. Ну что, у нас остаётся ещё минут 10 времени, я не знаю, продолжим тему в первой части, может быть, если... Ну, да, давайте попробуем. Я просто... Дело в том, что я в последнее время стараюсь ознакомить наших слушателей и зрителей с тем, что происходит в израильской благосфере на русском языке. Сейчас, Александр, давайте примем звонок. Опс, не дождался. Извините. Ну, давайте подожди, может быть, он перезвонит ещё. 847-400-5200- у вас ещё есть возможность перезвонить, если наберете сейчас номер телефона, примем звонок, но уж если мы перейдём к следующей теме, ну, во всяком случае, попытайтесь. Давайте, благословение, вот звонок появился, давайте мы его примем. Добрый день. Добрый день. Спасибо за вашу передачу. У меня такие два вопроса. Вот мы говорим, коалиция, коалиция, у нас уже там 60 человек, а что необходимо сделать, например, если вы поменяете правила вашей коалиции, не 60, допустим, а 55, как это можно сделать? Вот, например, вот у нас есть разговоры про Филибастер, Нечелебастер и так далее. А может быть, вам стоит изменить ваше положение вместо 61, дойти до 55? Это зависит от количества депутатов, Кнессета. Должно быть. Записни. Ну, этого закона. А второй вопрос. Второй вопрос у меня. Вот я ездил из Тель-Авива в Элаб. По дороге, когда едешь на юг вашей страны, сплошная пустыня. Неужели, допустим, израильтяне не могут начать осуществлять эту пустыню, и там очень много территорий, и, насколько я понимаю, пустая, и там можно ее обживить, есть ли какие-то планы вот по поводу этого? По дороге от Тель-Авива на Айвад, там очень много территорий. Давайте, у нас осталось совсем немного времени, попробую немножко объяснить, на оба вопроса ответить. Так вот, по поводу первого вопроса. Все очень просто. В Кнессете израильском 120 депутатов. Это значит, что коалиция имеет большинство, если у нее есть хотя бы 61. Вот и все. Теперь изменить правила, изменить политическую систему Израиля теоретически можно, но вы видите, что та группировка, которая сейчас правит, ей это точно не нужно. И можно ли это сделать при другом раскладе? Да, можно. Но начинать надо, конечно, с более кардинальных, более важных вещей. То есть, если у нас будет действительно правая коалиция, без этих предателей, ренегатов, Сара, Беннета или Либермана, а действительно правая коалиция, то она должна начать с того, чтобы вернуть полномочия законодательной и исполнительной власти те полномочия, которые забрали себе юридическая мафия. Через институт юридических советников и через госпрокуратуру они сегодня присвоили себе огромное количество полномочий. Верховный суд присвоил себе право отменять законы Кнессета. Это никуда не годится. Или нужно создать систему сдержек и противовесов между Верховным судом и Кнессетом. Окей, пусть Кнессет генерирует закон, пусть Верховный суд может их остановить, но Кнессет, как это сделано, например, в Канаде, у него есть параграф о преодолении. То есть, Кнессет может на ограниченное время сказать, а я всё равно хочу такой закон. И дальше уже народ решит. То есть, если Кнессет примет какой-нибудь безумный закон и Верховный суд скажет, этот закон абсолютно неприемлемый, он ужасен, а Кнессет скажет, а у нас есть квалифицированное большинство в 70 депутатов, и мы его всё равно хотим, то они его принимают на время этого Кнессета. А дальше выбор, если общество понимает, что закон никуда не годится, то он меняет Кнессет и, соответственно, отменяется этот закон. То есть, такая система, как бы не нужно изобретать его себе, она существует в мире, в той же Канаде. В Израиле сегодня нет этих сдержек и противовесов, и Верховный суд присвоил себе полномочия, у него есть власть и нет никакого над ним контроля. И этот перекос как раз и создал всё это безобразие, которое мы наблюдаем. Поэтому вопрос не в том, сколько будет депутатов в коалиции, 55 или 60, а в том, вернут ли Кнессету полномочия. Теперь по поводу вашего замечательного вопроса от Тель-Авива в Ивад. Конечно же, это тот самый Негев и есть. За этот Негев мы сейчас и бьёмся. Нынешнее правительство, которое держится на партии РАМ, оно перевело 50 миллиардов шекелей на развитие Негева, но только не евреям, а арабам, бедуинам, которые захватывают государственные земли, строят где хотят. Теперь эти посёлки подключают к электричеству. И по сути дела бедуины создают в Негеве на всей этой огромной территории, на 60% территории Израиля, свою собственную автономию, в которой евреев закидывают камнями жгутые машины и откладывают налогом. И сегодня жители посёлков вокруг Бершевы, они по сути дела платят рэкет, как бы отступные бедуинам, чтобы не жгли их дома, не жгли их машины, чтобы они там могли жить спокойно. Сегодня автобусы, идущие в Бершеву, закидывают камнями бедуины. То есть там происходит всё то, что произошло в Иудее и Самарии. И это произошло при этом правительстве, потому что это правительство выпустило ситуацию из-под контроля. Были проблемы и у Натаньяу тоже. Он тоже не до конца всё это решал. Но ситуация была совершенно иной. Я просто приведу пример цифры, которые... То есть при Натаньяу разрушали нелегальные бедуинские строения. И вот есть статистика. В 2015 году было разрушено 982 нелегальных бедуинских строений. В 2016 году уже больше 1000, 1158. В 2017 году 2220. В 2018 году 2326. В 2019 году 2241. Причём часть этих разрушений нелегальных построек проводилась самими бедуинами. Почему? Потому что они таким образом избегали штрафа. то есть они что-то строят. Приезжает инспектор, говорит, или ты сам всё это разберёшь, свою халабуду, или мы тебе штраф навесим. И бедуины в 88% случаев сами разбирали свои халабуды, потому что знали, что иначе навесят штраф. То есть при Натаньяу не решалась проблема комплексно. Но там и здесь происходило какое-то управление всё-таки происходило и сдерживалось. В 2020 году было разрушено больше 2500 нелегальных построек бедуинских, и 94% из них были самостоятельно ликвидированы бедуинами, чтобы избежать штрафов. То есть вот так это было при Натаньяу. Сейчас они не просто строят, их подключают к государственным инфраструктурам, и они выкорчёвывают посадки деревьев, которые евреи там проводили, и говорят, если вы будете там продолжать сажать, мы вообще правительство отвалим. Вот такая вот ситуация у нас сложилась сейчас. Это к вопросу энергии. Ну что, Сергей, у нас есть ещё вопросы, звонки? Ну, звонков пока нет, а у нас ещё может быть минута, может, две времени есть. Ну, две минуты времени мы точно как бы тот материал, который я хотел познакомить, наши слушатели не можем. Да, наверное, мы оставим оставим это на следующий раз. Ну, а что там Хамиш? Что-то происходило в Хамиш, Хамиш, это посёлок, мы говорили о нём в прошлый раз, действительно, это посёлок в Самарии, который был разрушен в рамках размежевания. И, по сути дела, восстановлено еврейское присутствие там, и на протяжении всех этих лет там потихонечку, так сказать, была Ешива, то есть евреи, молодые ребята изучали Тору, потом они туда построили какие-то маленькие домики, и уже подъехали семьи, а потом пришло нынешнее правительство, которое всё это дело как бы начало сносить. Причём получилось особенно отвратительно, что арабы воспользовались как бы новым правительством, устроили теракт, убили одного из жителей еврейских, этого Хомоши, и в ответ на этот теракт правительство сказало, мы вообще их снесём, а министры в этом правительстве вообще их называют недолюдьми, унтерменьшими, то есть буквально в нацистских как бы терминах с ними говорят. И это возбудило и настроило до сих пор многие правые, в том числе поселенцы, они говорили, ну вот Натаньял такое не делал для нас, то другое, третье, эти всё-таки как бы, мы Натаньял так сильно не любим, что даже готовы мириться с предательством Беннета и Сара. Но вот после того, что начало происходить с Хомошем, как бы у многих тоже перещелкнул переключатель, и мы видим сейчас, что даже среди тех поселенцев, которые до сих пор поддерживали Беннета и Сара, теперь эта поддержка уходит. И они начинают требовать развала этого правительства, ухода этого правительства, и говорят, это правительство нелегитимно, потому что они нам обещали, что они будут правее, чем Натаньял, а в итоге стали куда левее, чем всё левое, что мы видели до сих пор. Они награждают террористов за убийство евреев, сносят еврейский посёлок, подсоединяют к электричеству бедуинские нелегальные постройки на захваченных государственных землях и сносят еврейские посёлки такие же точно. То есть нет никакой логики, нет никакого здраво смысла в сохранении такого правительства. Спасибо, Александр, и до встречи в следующий раз. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин